Нужно фильтровать наши данные. Чаще всего, ну то есть вы можете сталкиваться с ситуацией, когда вам нужно отфильтровать по какому-то диапазону дат. Правильно? Особенно если это day time, то вы можете столкнуться с определенными проблемами, о которых мы говорили до этого. Предположим, у нас есть таблица, у нас на этой таблице есть уже индекс, и предположим, у нас есть какая-то запись, которую мы хотим получить по какому-то там диапазону. Вот мы одну запись про апдейт или она там есть, и когда мы пытаемся эту запись выдрать, у нас ничего не получается. То есть мы говорим, вот верни мне значение вот за этот день, но он нам ничего не возвращает. Почему? Потому что у нас вот этот вот тип данных, у нас day time, а вот это у нас date. Теперь, когда мы посмотрим вот сюда, видите у нас как трактуется наша дата? У нас дописывается нули. То есть, грубо говоря, мы, конечно же, это еще, ну, далее еще эту тему затронем, но нужно понимать, что у нас типы данных должны между собой совпадать как-то. Если они у нас не совпадают, получаются всякие неточности, неясности, ну, с нашей стороны. У SQL сервера все достаточно просто. Вот. Об этом мы тоже поговорим. Окей. Калькуляции вычисления на индексных полях преобразования. Это зло или не зло? Зло. А если хором? Зло. Да. Вот именно. Это именно то, что вас ждет после того, когда вы примете оффер, вот, и будете работать только со SQL сервером. Вот. Примерно как-то так. Смотрите действительно картину. Если вы хотите... Что ж оно такое неудобное? Вот. Если вы хотите выдрать какую-то запись за какой-то день, правильно? Что вы можете сделать? Вы можете кастануть значение даты со временем к стринге, да, и сравнивать стрингу со стрингой. Чувствуете маразм, да? Вот. И SQL сервер тоже это чувствует, и у вас будет индекс скан. Вот. Что вы можете сделать? Вы можете кастануть к типу даты. Соответственно, как бы, это тоже из вариантов. Но, опять же, видите преобразование, да? Вы получите индекс сканта. Что ж такое? Хоть пластилином прилепи. Вот. Варианты вот такие могут быть. То есть, вы можете написать явно битвин, то есть, от начала дня до конца дня, да? И тогда оно работать будет. Можете написать вот так. В принципе, вот такие вот варианты работать будут правильно. То есть, у вас нет никаких вывозчислений, и вы корректно захватываете весь диапазон дат за какой-то день. В принципе, имеет смысл показывать execution plan, чтобы вы увидели, что здесь есть индекс скан, а здесь у нас индекс сики. Или вы мне верите на слово? Верите на слово? Бляха-муха. Вот это кредит доверия. Что? Чуть-чуть погромче вопросы, желательно с примером. Можно и так сделать. Тут просто за день, понимаете, смотрите, у нас day time, да? То есть, у нас тут хранится дата со временем, а мы хотим вот так вот выдрать. То есть, такой вариант будет работать лучше. Какие еще бывают идиотизмы? А предположим, вам нужно за месяц данные выдрать, да? Когда-то я саппортил мои прекрасные и любимые индусские базы. Это когда тебе приходит проект, а его до этого делали великие специалисты из Бангалора. И тогда ты встречаешь прекрасные перлы, которые можешь показать сейчас. Потому что такое в трезвом уме и сознании вряд ли придумаешь. Ну, как бы это... Почему бы и нет? Окей, смотрите, картина такая. Вы преобразовываете тип данных в строку и потом лайком, да? Вот, гребете. Ну, это работает. Но это индекс-скан. Можете сделать вот так. Год-месяц, чтобы четенько сказать. Но это опять же индекс-скан. Можно чуть-чуть покороче написать, но суть от этого не поменяется, да? Можно написать вот такую функцию, которая с 2012-го скилд сервера появилась. Ну, последний день месяца, да? Она определяет. Но это опять же калькуляция, правильно? На индексном поле. То есть индекс-скан будет. Единственный вариант это не лениться и задавать просто период. Тогда оно будет работать нормально. Вот. Какие, в принципе, есть еще варианты? Можно создать вычисляемое поле и на основе этого вычисляемого поля сделать индекс. И в таком случае у вас, ну, грубо говоря, вы можете вот так вот более удобно фильтровать ваше значение. Ну, то есть не по периоду, да? А, ну, то есть, грубо говоря, вот так вот можете делать. В принципе, разницы не будет. Это как бы из вариантов. Ну, просто помните, вот это то, что нужно вот запомнить. То есть типы данных, вот эти вот всякие там калькуляции, преобразования, вот это вот тоже. Не ленитесь писать корректно, правильно, чтобы вот SQL Server все понимал однозначно. Ок? А вот теперь для затравочки. Как вообще в жизни бывает? Мы получили какую-то дату, да? Мы ее скопипастили сюда. Что-то там выбрали, и у нас таки что-то работает. Правильно? То есть такой метод копипаста. Вот. Но обратите внимание, у нас очень часто дата приходит в локале. Ну, то есть, грубо говоря, у нас есть SMS, правильно, у нас есть определенные локальные настройки на серваке или на компе, ну, где вот эта вся штука работает, наша клиентская, да? Вот. И это может быть французская локаль, китайская локаль, а там формат вот этой вот даты, он как бы меняется. Для тех, будем говорить так, внимательных людей, вот здесь разделителей никаких нет. Правильно? А вот здесь они есть. Видите? И вот это потом в коде у вас остается. Посмотрим, к чему это приводит. Ну, кто скажет, это хорошо или плохо? Наперед. Плохо, жизнь, зло. Вот, видите, какой-то главный постулат. Смотрите, у нас действительно, в начале мы просто несколько примеров приведем, что в разных форматах у нас даты, да? И они могут по-разному трактоваться в зависимости от языка и текущих настроек сессии. Ну, то есть, грубо говоря, у нас 12 месяц, 5 число. И смотрим, как они трактуются в разных вариантах. Смотрите, 12.5, 5.12, 5.12, 12.5. То есть, грубо говоря, вы вот эту штуку захардкодили, на другом серваке задеплоили и получили другой результат. А эту штуку определить крайне тяжело. Это только клиент тебе потом напишет, чувак, а че у нас средства списались с прошлого месяца? Или как-то наоборот? Вот. И ты сидишь, пытаешься истерически понять, что происходит в тот момент, когда тебе говорят очень приятные вещи. Вот. Чтобы этого не было, ну, как бы, посмотрим с другими настройками, что у нас будет. 5.12, 12.5. Ну, то есть, тоже разнобой. Видите, вот. Они меняются. Вот. Интересно еще другое. Вот у нас есть константа, да? Мы ее вот задали так. Мы вставляем в таблицу, ошибки нет. Задеплоили на серваке, где у нас другие настройки. Error. Красота. А почему? Потому что 13-го месяца нет. То есть, в разной интерпретации их трактуют. Смотрим дальше. В зависимости от языка, видите, English, и наш любимый Deutsche. Вот. Кто на рынок Германии работает? Господи, неужели аутсорс только на США? Понятно. Ну, хорошо. Если вдруг когда-нибудь вы будете работать на бюргеров, вот. Помните об этом маленьком нюансе. Смотрите, у нас при тех же самых, ну, то есть, разные локали, одни и те же константы, да? Как они у нас будут трактоваться? Смотрите. 1-12, 12-1, 1-12, 12-1. Ну, то есть, видите, да, они чуть-чуть различаются. Только последние два нормально работают в разных языках, да? Вот. То есть, получается, мне юзать либо вот такой 12-дженери, там, чего-то там, да, либо использовать вот такую вот малопонятную штуку, да? Вот. Оказывается, нет. Во французском еще веселее. Вот такая вот у меня хаб будет. Вот. А кто на Франции работает? О, господи, что ж так все скучно? Хорошо. К чему просто говорю? Это как бы не верх идиотизма. Это только его начало. Вот. Мало того, что еще из-за локали вашего языка, да, из-за настроек того, что первое трактовать, там, месяцем, днем, неделей, да, еще от типов данных зависит, как будут те или иные константы трактоваться. И это вообще круто. Смотрите картину. У нас одна и та же константа, но разные типы данных. Видим, да? У нас английский, немецкий. И смотрим на картину. У нас тип дейт нормально трактуется, а дейтайм нет. Такую хрень отловить просто нереально. Вот понимаете? Это просто цирки. Ты с этим работаешь, ты это саппортишь и понимаешь, как это круто. Поэтому, если вам хочется, чтобы все было хорошо, ой, стой, 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 все, все, вот так, вот так, да, 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 все, это не я, это комп. Вот. Месяц, ну, прошу прощения, год, месяц, день без разделителей. И тогда SQL Server скажет спасибо. А, жизнь боль. Привыкайте к этому, это SQL Server. Хорошо, с этим делом разобрались? Самое, да. Ну, еще раз. Честно говоря, я не помню, это ISO формат или нет, вроде бы да, но за счет того, что у вас константа без разделителей, вот именно в таком формате, вот, не помню где, но где-то там в справке написано, что лучше юзаться так. Вот честно, я не вспомню где, но как бы вот я показал просто вам все примеры, вы сами можете понять, вот что юзать, что не юзать. Ну, с Кузи, что не ответил на вопрос, я честно не помню. Окей. Добрые люди. Еще есть такая интересная штука, как неявные преобразования типов. Вот это вообще красота, когда ты прекрасно понимаешь, что ты ничего в этой жизни не знаешь, да до тех пор, пока с этим таки не столкнулся. Показываю на простом примере. У нас тип данных nVarchar, да? У нас здесь строковый литерал, здесь циферка. Хранятся здесь только циферки. Что произойдет? Главная интрига дня. Ой, ну это не главная интрига, это я базу забыл указать. Вот. Мы включим execution plan и посмотрим на картину. Index scan, index seek. Почему? Смотрим сюда. Что он делает? Видите, у нас converged implicit, он преобразует наш строковый тип данных в int. Видите? Да. То есть он не вот эту вот константу пытается преобразовать в строку, а вот этот столбец. И у нас получается неявное преобразование, это то, что нам мешает эффективно использовать наш индекс. Правильно? Жизнь боль. Вот. Есть такая вот волшебная ссылка, где есть, грубо говоря, порядок приоритетов преобразований. Как бы так правильно сказать? Ну тут меня, конечно, можно подловить. Просто в чем смысл? Что есть определенное старшинство типов данных, вот. И там просто показана последовательность, что в какой тип данных будет преобразовываться в случае вот таких вот неявностей. Вот. И это можно посмотреть все на самом-то деле, ничего сложного. Но тут прикол в чем? Что тут вы мало того, что перформанс свой снижаете, можете еще потом натолкнуться на классную ошибку. Например, у вас раньше там, например, postal code, ну то есть это там строка, к примеру, да. Вот мы ее видим, у нас inVarchar, да. Даже не так. У нас, например, раньше postal code был, к примеру, числом, да. Потом срочный реквест, нужно буковки добавлять. Мы меняем тип данных, да. У нас снижается performance, вот. Но у нас код наш работает. И потом, когда мы добавляем хотя бы один postal code, в котором у нас буковка есть, да, он вначале преобразует все, а потом фильтрует. И он просто на exception не упадет. Не, ничего не упал? Да ладно, вот здесь он должен упасть. Вот. То есть, видите, он еще до этапа фильтрации, он просто преобразует все и не может этого сделать. Более того, интересно, это когда Unicode. Это просто красота, когда у вас одна и та же строка, но она у вас хранится как ANSI, как Unicode. И вот эта вот волшебная буковка N, это та штука, которую вы должны запомнить на всю жизнь. Следующий пример как раз будет про это. В чем? Сейчас покажу. Фух, страшно, правда? Вот, смотрите, картина такая. У нас раньше тип данных был ANSI. Потом клиент сказал, будем сканить китайские интернет-магазины. Вот один человек улыбнулся, это скоро будет у нас. У нас в коде остались переменные, объявленные как ANSI. А потом начали приходить ее Unicode. Ну, предположим. То есть, грубо говоря, у нас тип данных поменялся, а константы или, например, параметры остались старыми. И вроде бы строка и строка, что может меняться? Но это разные типы данных. Соответственно, у вас могут быть неявные преобразования типов. И вот как бы вот прикол. Когда у вас ANSI, ANSI и ANSI Unicode. Такой нюанс. Просто вот здесь может быть переменная, которая объявлена как Nvarchar. И у вас все. Вот примерно как-то так. На самом-то деле, это можно показать на вот примерно таком случае. У вас есть хранимка, правильно? В вашей хранимке, кстати, вот тоже интересные нюансы. Вот у вас есть два запроса. Но, предположим, это тот динамический SQL, который формирует Entity Framework. То есть, в принципе, это в таком упрощенном виде, что у вас есть примерно в коде. Почему хороши, к примеру, хранимки? Тем, что там ты хотя бы понимаешь, какой у тебя тип данных приходит в качестве переменной. Ну, то есть, грубо говоря. А когда у тебя Entity Framework, он это динамически на основании твоего маппинга формирует. Соответственно, ты вот эти вот ошибки можешь даже не увидеть. То есть, оно будет что-то там тормозить, а ты этого, в принципе, не заметишь. На production запушишь, ну, бог с ним. Работает и работает. Вот. В принципе, как бы, вот просто обращайте внимание, чтобы вот переменная, которая у вас в хранимке, да, совпадала с тем типом, который у вас вот здесь, по которому идет фильтрация. Ок? Ну, супер. А еще не пользуйтесь Entity Framework. Хорошо. Вот. Раз мы затронули такое понятие, как хранимые процедуры, да, у кого была такая ситуация, что у вас хранимка работает то быстро, то медленно? Было такое? Уверенно, да. Я чувствую, что это таки у многих бывает. У меня тоже. Вот. Я вам просто расскажу, что такое параметр Sniffering, а точнее прослушивание параметров. Но сперва небольшой пример, и мы поговорим вначале о статистике, о которой уже до этого говорили. Мы заюзаем нашу старую базу, вот, и посмотрим на Execution Plan. Обратите внимание. Да ладно, что-то не то. Или то. Нет, все то. Смотрите. В первом случае, видите, у нас ожидается одна строка. Видим, да? Вот. Во втором случае у нас 1000 строк. Ну, почему? Потому что, в принципе, Skill Server вначале протолкнул топ при операции, ну, то есть при доступе к индексу. Он вот этот топ, господи, протянул, грубо говоря, вот сюда. Вот. Это уже по факту он там просто выдрал их. Но суть не в том. Он смотрит на статистику, да? Вот. И понимает прекрасно, что вот для X, например, там всего лишь одно значение, да? А для параметра A там, например, много значений. То есть он смотрит на статистику. Вот. И у нас разные планы выполнения получаются. Ну, в принципе, они должны были быть разными, но будем считать так, что это 17 сервак. Что-то, наверное, нужно было на старом показывать лучше. Давайте мы сейчас, наверное, знаете, что сделаем. Сейчас. Да ладно. Это вообще я что-то не то классно. Сейчас, 2 секунды. Мы сейчас, сейчас все погрохаем. Сделаем. На основе B наш чудо-индекс. Окей. И посмотрим. О, замечательно. Смотрите, картина у нас такая. Когда у нас данных мало, да? И скилл серверу что выгодно? Быстро в не-кластерном индексе что-то найти. Правильно? Вот. А потом дотянуть через кейлукап нужные данные. Вот. В случае, когда у нас много данных ожидается, вот, мы делаем индекс-скан. Либо индекс-ранж-скан. Смысл примерно тот же. Вот. У нас разные планы для разных параметров. Правильно? А теперь звездный час хранимок. Хранимки нужны для того, чтобы у нас был красивый стандартизированный код. Тра-та-та-та-та-та-та-па-ля. Ну, короче говоря, это чуть ли не панацея от... Всего плохого, плохо структурированного и так далее. Ну, мы же привыкли к ООП, к функции, а там всяким классам и прочее дребедение. Правильно? Тут немножко все по-другому. Мы создаем нашу хранимку. Она делает все то же самое. Вот. Мы почистим наш кэш, чтобы ничего страшного не было. Мы вначале выполним для X. Обратите внимание, у нас вот здесь был индекс-сик. Да? А потом для A. Вроде бы должны быть два разных запроса. Но по факту план выполнения, видите, один и тот же. И это не есть параметр сниферинг. То есть, рассказываю его суть. Когда у вас в первый раз строится план выполнения, скель-сервер прослушивает текущие параметры и на основе них смотрит, опять же, в статистику и строит ваш план. Правильно? То есть, если вы вот сюда вот посмотрите, в Select, в Properties, вот здесь будет параметр List, видите, X. У вас есть Compilot Value и Runtime Value. Да? Это для первого случая. А теперь второй случай. Видите? X и A. То есть, план он заюзал от X, а у вас пришел A. Соответственно, у вас может быть другое распределение данных, другое ожидаемое число строк. И тот план, который был до этого, может быть невалидным. Ну, то есть, грубо говоря, невалидным с точки зрения производительности. Представьте себе, он ожидает, что будет мало значений, а приходит много. Соответственно, что такой план будет? Ну, не оптимальный. Что можно сделать? Можно сделать Option Recompile. Как правило, в 90% случаях вам это решит все проблемы. То есть, каждый раз, когда у вас будет выполняться эта хранимка, будет происходить рекомпиляция этого стейтмента. То есть, грубо говоря, SQL Server будет каждый раз прослушивать входящий параметр. И, соответственно, строить более оптимальный план на основе этого всего. Что мы делаем? Пересоздаем и смотрим, что у нас будет. Видите? Проблемы нет. С точки зрения перформанса, опять же, разница будет. То есть, Option Recompile это тоже плохо на самом-то деле. Но плохо для высоконагруженных OLTP. Там уже другие приколы. Но это в данном случае для вас просто отправная точка, что можно сделать хоть как-то быстрее. То есть, то, что будет потом, это уже другие нюансы. Просто помните, если хранимка тормозит, у вас там входящие параметры, Option Recompile, и приходишь к начальнику за плюс 100. За смекалку. Ну, примерно как-то так. Иногда на самом деле это экономит бюджет, и не нужно нанимать дорогого специалиста. Вот, так что, ну, бум говорит так. Маленький секрет от фирмы. Окей. А теперь давайте посмотрим на другие интересные вещи. В некоторых случаях SQL Server сам умеет параметризировать запрос. В данном случае у меня, в принципе, это не настроено. Но вы просто должны понимать, что в зависимости от того, какие у вас настройки на базе, вот, даже если у вас не юзаются вот здесь вот параметры, да, то есть вы четко зашили свою константу, то есть SQL Server может насильно параметризировать ваш запрос. Есть такое понятие, как параметризация в свойствах базы. И тогда вы в таких запросах столкнетесь с такой же точно проблемой. То есть, как бы, нужно тоже обращать на это внимание, и когда вы анализируете ваш запрос, вы сюда вот смотрите, смотрите Runtime и Compilot. Если они отличаются, значит, вы столкнулись с параметром сниферингом. Как с ним бороться? Ну, тут в данном случае оно одинаково. Просто это в настройках нужно менять, чтобы вы знали. Вот. В принципе, это вот такой вот маленький нюанс. Дальше примеры, они уже такие, сильно комплексные. Option Recompile. И плюс сток зарплаты после. Вот, все. И просто в запросах. Вы можете написать Visa Recompile, и он будет всю процедуру хранимую рекомпилировать. Либо можете на уровне отдельного стейтмента сделать Option Recompile. И тогда он будет только этот стейтмент делать. Рекомендуется, в принципе, не использовать Visa Recompile, чтобы, например, хранимка большая, но параметры, например, используются только здесь. И узкое место у вас только здесь. Рекомпилируйте не все. Рекомпилируйте только там, где у вас есть проблема. И опять же, на OLTP это... То есть рекомпиляция в некоторых случаях будет намного медленнее, чем сам запрос. Это тоже проблема. Но это уже потом будет. Да-да-да. Может быть, заюзаете MongoDB? Ну, видите, как бы она везде весела. Хорошо. Мой любимый вопрос на Собесе. Эх. Ну, давайте поговорим о Юникоде. Не-не-не, я не буду просить, ну, говорить, как это переводится. Вот. Я сам не знаю. Вот. Суть в чем? Вот, да. Есть еще и Юникодные литералы. Если у тебя Юникодовские символы, да, вот, не забывайте ставить N. Если вы N не поставите, у вас Юникод будет раскрываться как NC. Очень просто на самом-то деле. Но на русских константах вы можете с этим столкнуться уж очень приятненько. То есть вы реально можете вставлять вашу таблицу не Юникод, ну, грубо говоря, там, например, русский текст, да, там, или украинский, вот, а можете вставлять вопросительные знаки. И только потом, когда вы там, ну, вы же не откатите этих данных. То есть смотрите внимательно на строковые литералы ваши. А теперь вопрос. А будут ли равны эти символы? И да, и нет. Давайте. А я не знаю. Давайте. Смекалочку. Не будут. Еще варианты. Самые смелые. Один вот сидит, думает. Давай. Дмитрий. Не? Ну, ладно. Хорошо. Вполне возможно. Да, будут. Почему? Потому что вы не поставили здесь N. Это два вопросительных знака, да? Вот. И они будут равны. А что если я вам скажу, они будут и равны, и не равны в разных случаях? То есть этот код может быть как работать, так и не работать. Вот. И все зависит как раз не от буковки N. Все зависит от того, какой у вас коллейшн на базе используется. А вот это уже совсем приятненько. Что такое коллейшн? Это правило по сортировке и сравнению строк. Что мы сделаем? Мы создадим сейчас нашу базу и сделаем на ней латинский коллейшн. Ну, то есть латин, да? Вот. Выполняем наш код. Он работает за счет того, что у нас в вопросительной знаке, да? Теперь мы сделаем кириллик коллейшн. Заметьте, N я не проставил. Заметили, да? То есть в теории тут должны быть вопросительные знаки. Но жизнь боль. С кирилликой он нормально это все воспринимает. То есть N писать не надо. И картина маслом примерно такая. Вы базу разрабатываете на своей локальной машине. У вас кириллик, например, коллейшн, который по дефолту стоит и никто его не меняет. Как правило, потому что в лом клацнуть на вторую закладку и проще клацнуть на экс. Ну, как бы это факт. И вы можете столкнуться потом с такими приколами, когда вы задеплоите это все на, например, на продакшн, где у вас стоит другой коллейшн. Ну, как правило, я еще не видел, честно говоря, Windows сервер какой-нибудь с русской локалью. Честно, не встречал. А вот локальные компы на русском есть. И вот этот вот прикол это то, с чем вы можете столкнуться. Что именно как? Давайте посмотрим. Няшненько, правда? Хорошо. Итого, чтобы все трактовалось однозначно, буковка N. Это то, что вам нужно. А еще, еще старайтесь, чтобы коллейшн у вас между базами совпадали. Между тем, где вы работаете и куда вы пушите изменения. Иначе будет боль, о которой я сейчас опять расскажу. Окей. У нас есть текст и есть текст в разных... Господи, умное слово забыл. Как? В разных регистрах, точно. Будет true или будет false? Давайте. А что за текст стоит? Аааа, вот, вот, вот именно. Мы уже мыслим именно этими вещами. Ну так как? Ну если кайсенсенсити стоит, то да? Ай. Господи, приходите к нам работать. Это честное слово. Ладно, хорошо. Действительно, ответ и да, и нет. Все зависит от коллейшна. То есть у нас в принципе true. Почему? Потому что у нас по дефолту кайсенсенсити стоит. Вот. Если мы возьмем и сделаем кайсенсити, то это уже будет false. Но пойдем дальше. Вот этот наш коллейшн на базе. Есть еще коллейшн на базе master. Есть еще коллейшн на базе tempdb. И когда они между собой не совпадают, получается форменный локальный ад. Вот. Ну, его можно легко пережить. Вот. Покажу на простом примере. Создаем базу. У нас албанский коллейшн. Ну, давай. Что-что? Ай. Ну, безусловно. Там еще есть такие коллейшны, поверьте. Посмотрите, посмеетесь от души. Как бы Microsoft такие вещи делает. Просто международные, я бы сказал. Есть еще, кстати, бангалорский коллейшн. Не знаю, зачем, правда. Но это дело такое. Окей. Что мы делаем? Так. Мы по-разному создаем темповые таблицы. То есть тут мы... Помните, у нас албанский коллейшн. Вот. У нас вот здесь char1. Здесь мы написали char1, такой же точно, но до database default. Тут мы формируем временную таблицу через into. Тут у нас вообще табличная переменная. И давайте посмотрим, что же у нас таки будет. И смотрим. Смотрите. На базе TMDB у нас latent коллейшн. Да? На базе тест у нас албанский. Обычная таблица у нас наследует коллейшн нашей базы. Временная таблица, если мы не указали явно коллейшн дефолт, наследует коллейшн TMDB. Круто, правда? Вот. Т2 и Т3 это когда мы явно указали наш коллейшн, либо когда мы сделали into. И еще табличная переменная, она всегда использует коллейшн текущей базы. Ахинея, пипец. Ну это не я делал, ну это не я дизайнил, но соответственно можно с этого еще и смеяться. Вот. А теперь прикол такой. Мы вставили маленькую A. Правда? И мы не знаем реально, будет этот код работать или не будет. То есть у нас один коллейшн кейс инсенситив, да? А другой кейс инсенситив. Круто, правда? То есть у вас приложение может работать не так, как вы ожидаете. Или другой прикол. Вы запушили, например, на сервер клиента, а у вас коллейшны не совпадают между TMDB и вашей эталонной базой. У вас код не будет работать. И вам придется писать везде коллейшн датабейс дефолт для всех столбцов строковых, по которых у вас идет join. Чувствуете, как это круто, как вам хочется мигрировать на какой-нибудь постгрей или еще что-то? Не? Поверьте. Как вам будет? Будет опять же преобразование типов. Насколько я помню. Окей. Но это далеко не самое смешное. Это только затравочка. Смотрите. Что у нас происходит? Мы создаем базу, правильно? Вот. Мы пишем кейс инсенситив, да? Создаем таблицу. Видите? Вот employee, да? С большой буквы. И в коде где-то там скопипастили, там по-быстрому написали и вставили этот волшебный запрос. Обратите внимание. Видите? Различается у нас регистр. Умное слово вспомнил опять. Вот. А теперь картина. На другой базе может быть другой коллейшн. Поменяем коллейшн на кейс инситив. Он не видит такой таблицы, хотя она физически есть. Приложение не работает. Приятненько? Ну, а мне приятненько. Вот. Еще больше вам скажу. Есть еще веселее приколы. Представьте себе, что есть коллейшн еще на базе мастер. Чувствуете, сколько нужно помнить? За что нужно платить деньги вашему работодателю? Вот. Когда вы пишете любые переменные, в том числе и параметры, нужно еще и там контролировать регистр, в котором они написаны. Потому что если у вас на базе мастер коллейшн кейс сенситив, то вот такой вот прикол, видите, в разных регистрах, приведет к ошибке. Именно на базе мастер. То есть это глобальные настройки. Круто, правда? Вы бы такие вещи, в принципе, ну, будем говорить так, когда у вас сильно много серверов, они самые разные, такие вещи потом очень сильно могут ударить по вашей репутации. Почему? Потому что коллейшн просто так не поменяешь. Тебе нужно таблицу альтерить. А если она многие гигабайты весит, это такой трэш получается после. То есть, в принципе, на этапе проектировки таблиц подумайте раз 10, какие могут быть варианты. Спросите у клиента, какие у него настроечки. И это лишний повод к тому, чтобы контролировать вообще до этапа разработки, ну, как бы уточнить у человека, а что у тебя там за сервер, а какая у него там конфигурация, а что вообще там будет. Ну, вот как-то внимательно нужно к этому всему подходить еще на этапе проектировки. Ну, а если саппорт, значит, могу за вас только помолиться. Вот, что могу сказать. Окей, с этим разобрались. Вот тут, кстати, вот это самый большой трэш, я сам, кстати, об этом не знал. Мне коллега рассказал. Вот, это у него такой прикол был, он тоже там смеялся, там такие маты были. Вот. Хорошо. С этим все? Ок? Ну, да. Есть, грубо говоря, на уровне сервера нет. У вас есть у каждой базы свой коллэйш. Да, есть только на уровне базы. Насколько я помню, на уровне сервера нету. Честно, не вспомню. По-моему, нет. На уровне мастер, модел, там, деби, нет, нету. Нету. Окей. Теперь картина. Когда вам нужно искать вхождение? Видите, да? Помните, у нас тут был индекс скан? Ну, то есть, когда у нас процента нет, у нас все хорошо, а когда процент, индекс скан. Иногда коллэйшины могут быть полезными. Почему? Если вам нужно быстро что-то найти, то есть, вхождение строки, да? Видите, индекс скан. Вы можете создать на таблице бинарный коллэйшин. Я вот сейчас даже покажу. Пу-пу-пу-пу, сейчас, две секундочки. Бинарный, бинарный, бинарный. Поехали. Сейчас что-то я его не вижу. А вот. Вот бинарный. Видите, да? Бин. Ну, оказывается на бин. И тогда, в принципе, за счет того, что этот коллэйшин регистрозависимый, вы можете вхождение искать, грубо говоря, в несколько раз быстрее. Я сейчас просто покажу, чтобы вы видели степы. Сейчас мы выполним это все дело. Такой процесс не быстрый, но чтобы вы это видели. Теперь мы выполняем наши все запросики. И посмотрим. Возвращается все одно и то же. Но разница, смотрите, 214 миллисекунд, 215. А когда бинарный коллэйшин, 100 и 32 вообще. В принципе, можем выполнить еще быстрее. Это первый раз оно выполнилось, потому что оно первый раз данные подымало для индекса. То есть, в принципе, вот наши значения. И сравнить с тем, что обычно. То есть, в умелых руках коллэйшины тоже могут быть очень полезны. Вхождение строки. Вам иногда даже не нужно fulltxt-seach-индекс создавать. Проще вот такой вариант заюзать. И он будет очень даже неплохим. Окей. Какие есть еще нюансы? Помните, я говорил, у нас есть чар, у нас есть вар чар, да? Если у нас чар, то у нас прибавляются пробелы. Есть такая штука, правда? Но как у нас сравнивать строки, когда у нас есть пробелы справа, а когда нет? Давайте посмотрим. Во-первых, когда у нас есть пробелы, да? Некоторые функции пробелы вообще не учитывают. То есть, вот, например, функция len, да? Видите? Она показывает 4 символа, хотя реально там их 20. Круто, правда? Пробелы есть, пробелов нет. Ну, то есть, это то, что я говорил, чем отличаются типы данных. Но интереснее другое. Смотрите картину. a равно b true, b равно a. Не забывайте, что в a у нас пробелы справа. То есть, пробелы не учитываются при прямом, однозначном сравнении, да? А когда мы делаем like, видите, в одном случае true, а в другом случае false. Приятненько, правда? Вот. Нюанс примерно такой. Если у нас вот здесь пробелы, а здесь пробелов нет, то они учитываются. То есть, слева пробелы учитываются, справа для like пробелы не учитываются. Ай, как это прекрасно, чувствуете? Вот. И вот в таком мире я живу. Ну, допишите. Будет примерно так же. Даже, наверное, b, b, a. Так, что-то я где-то схалтурил. Прошу прощения. b, a. Стоп. Пробелы. Честно говорю, я уже забыл чуть-чуть. b, a. Я прошу прощения. Пробелы. Блин, честно забыл. b. В общем, давайте по-другому просто. Когда вот здесь пробелы есть, а вот здесь пробелов нет, то тогда этот код работать не будет. Ну, то есть, справа пробелы. То есть, вот здесь пробелы отбрасываются, а вот здесь пробелы... Да, 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 да. Я уже просто, ну, sorry, чуть-чуть устал. Вот. Окей. С этим мы разобрались. Теперь, пожалуйста, не ленитесь использовать однозначную, то есть, исчерпывающую длину для ваших типов данных. То есть, например, вы написали varchar max, да, вы можете написать varchar, но это лишь говорит о том, что вот здесь будет один символ. Вот. Ну, это как бы вот конкретно, когда мы говорим о переменной, да, вот. Но если вы напишете просто varchar, то в некоторых случаях он будет трактоваться по-своему. Я просто покажу. Смотрите, 40 символов в одном случае, да, когда мы четко указали, один символ в другом случае, когда мы указали varchar просто. Но если мы напишем convert varchar и cast varchar, то он будет считать, что здесь их 30. Ну, вот такой тоже нюанс. Да, давайте. Max, в первую очередь, на него потребление памяти, больше помните то, к чему я возвращался в самом-самом начале. То есть, желательно, чтобы типы данных у вас совпадали. Блин, мы, наверное, вряд ли успеем. Давайте чуть-чуть в ускоренном режиме. Хорошо? Мне все-таки хотелось бы все пройти бы, чтобы это было интересно для вас, для всех. В принципе, пока норм. Окей. Хорошо. Любым. Кто в DBB работает? Господи. Ну, конечно, кто так сразу признается? Ну, на самом деле, хорошее место. И я там, когда собеседование проходил, мы просто замечательно в свое время общались с людьми. И они мне показали один классный пример. И потом я узнал историю этого примера. Ну, сперва давайте нюанс. У нас есть... Ну, я потом расскажу, это действительно интересно. Вот. И смешно. У вас есть две переменные, да? Видите? Char1 и int. Тут у нас int, тут у нас char, да? Вот. Скажите, пожалуйста, что у нас в обеих случаях выведется на экран? Вот тут n. А тут no, да? А тут у нас что в обеих случаях выведется? Громче, увереннее. Как приходишь зарплату требовать больше. Ладно. Смотрите. Картина примерно... Да, супер. А теперь смотрите на картину. Видите? Что у вас? У вас функции дают разный результат. К чему? Из null у вас преобразует к наименьшему типу, то есть к char, да? В данном случае. А тут у нас к int, потому что это у нас дробное число, да? А call else, это у нас это nc функция, ну, то есть не только в стандарте SQL сервера. Вот. Она преобразует к наибольшему типу. Соответственно, нужно понимать, что вы можете в разных случаях получить разный результат. Вот. Вот такой интересный нюанс. А знакомый промучался над этой проблемой примерно... Ну, то есть он пытался понять, почему код не отрабатывает на стороне клиента примерно в районе дня, по-моему. Причем это были финансовые значения. Ну, представьте себе, кто-то недополучил зарплату. Вот. Вот. То есть жизнь-боль, но об этом тоже нужно знать, что эти функции различаются. В принципе, на собесах тоже люблю это спрашивать, потому что часто многие не знают... А сколько будет один поделить на три? Ну, ё-моё, давайте, ребят. Да, ноль. Окей. Действительно. Иногда все не так явно и не так очевидно. В зависимости от того, какие у вас типы данных используются, такой результат вы и получите. Если у вас целочисленное деление, у вас будет целочисленный результат. Если дробное, получите дробное значение. Окей. Вот. И, собственно говоря, все очень просто. Как работают агрегирующие функции? У вас интовый столбец. Да? То есть инты целое значение. Каунт у вас посчитает все число айтемов, которые есть. Нулы, ненулы, все. Каунт 1 равнозначен каунт звездочки. То есть, в принципе, это та же самая константа. Если у вас каунт по столбцу, он будет считать только ненул значение. Дистинкт только уникальный среди ненулов. Сумма работает так же. Ну, как бы можно проверить. Часто некоторые не знают. Даже сеньоры. Так приятненько приходишь, спрашиваешь, и мы вместе смеемся. Делим 1 на 3. Со средним еще веселее. Если у вас целые значения, вы получите среднее целое. Суть улавливаете, да? Поэтому, если вы хотите получить, в принципе, дробное значение на целом столбце, среднее, да, умножьте на 0. Ну, умножьте на 1. Я оговорился. Все-все-все-все-все-все-все. Ну, на 0 тоже можно умножить, конечно. Мы тоже получим дробный результат хороший. Хорошо. С этим разобрались, да? Давайте я еще тоже покажу для примера. Видите разницу, да? Вот. Просто вот такой интересный нюанс. Есть вам вопрос? Давайте. Еще раз. 15-й. Нет. Не пропускали. Все по-честноку. Никаких обманов. Окей. Теперь относительно того, как работают union, union all. Нужно помнить, что union это у нас операция параллельная. То есть, вычетка данных будет идти и отсюда, и отсюда. И после этого будет применена группировка к этим данным. То есть, у нас данные будут только уникальные. Правильно? Вот. Union all у нас объединит и вот этот датасет, и вот этот. То есть, у нас получится просто concatenation. Вот. На плане это у нас выглядеть будет примерно так. Видите? Union, а тут concatenation, да? Вот. Но прелесть чуть-чуть в другом. Помните то, что я говорил вам через or? Помните? Вот. Это вот как раз очень хорошая возможность делать оптимизацию. То есть, если у вас есть union all, вы можете на первую, грубо говоря, позицию вывести фильтры, которые срабатывают чаще всего, а другие медленные фильтры, в принципе, они, ну, например, могут отрабатывать там в других ситуациях. По performance мы сейчас просто увидим, в чем будет разница. Надеюсь, на 17-м серваке он работает так же. Нет. Ну, вот видите, в принципе, разница. В первом случае у нас 88, да? Logical reads. В третьем случае 3. А на плане это будет вот так выглядеть. Видите? Index scan. Это то, что у нас в том случае тогда не получилось. Видите? Мы вычитали все строки, но вернули реально одну. А в этом случае, смотрите, как у нас красиво. Одну строку вычитали, да? А вот этот вот scan, который затратный, видите? Number of execution. Ну, посередине надпись такая. Видите? 0. Он реально не выполнился даже. Он есть на плане, но он не выполнился. И за счет этого мы можем делать очень крутую оптимизацию на самом-то деле. Окей. Теперь, в принципе, мы в таком ускоренном режиме просто поговорим о том, как не нужно писать. Если вы можете сделать join и вытянуть значение по нескольким полям, да? Вот. Не надо писать вот такие вот подзапросы. Реально это зло. То есть вы несколько раз обращаетесь к таблице, у вас растет количество logic-color, соответственно, больше join-ов, медленнее запрос. Окей. Относительно подзапросов. Если вы пишете запрос, вы четко должны понимать, что у вас вот здесь вот для подзапроса должно вернуться только одна строка. Если возвращаются две строки, то это будет ошибка. То есть видите? Вот запрос. Вывернул. То есть для некоторых, может быть, там одна строка будет, а для кого-то будет две строки. То есть когда вы напишите такой код, может у вас что-то поменяться в схеме, в распределении данных, и там, где вы ожидали, что будет только одна строка, вернется две, и запрос уже работать не будет. Вот. Поэтому в данном случае, либо пишите топ-1, либо используйте аутер-реплай, либо вот как-то вот так, как говорит товарищ курица. Вот. Вот так вот. Знаете такую фразу хорошую? Честно сказать, а, кстати, вот тоже очень интересный нюанс. Смотрите, когда вы используете под запрос, либо используете аутер-реплай, спасибо, вот, кстати, за вопрос, это очень полезно было. Когда вы используете аутер-кросс-реплай, или вот такой под запрос, вы SQL-сервер заставляете форсировать экзекьюшн-план использовать индекс-сик. То есть, если у вас вот здесь возвращается относительно небольшое число значений, да, вот, то вы SQL-серверу говорите как бы неявно, ну, то есть, грубо говоря, вы ему как бы подсказываете, что, чувак, вот здесь у нас не сильно много всего будет, и я как бы довыгреблю тоже совсем чуть-чуть. Но может такое быть, что у вас вернется много данных, да, здесь. Соответственно, когда вы будете здесь грести по одному, это будет плохо для перформанса. И именно поэтому иногда может быть даже и оконная функция лучше. Иногда может быть даже вообще запрос разбить на два, и выполнять их независимо друг от друга. Универсального решения нет. Но нужно просто помнить о том, что если вы написали там под запрос топ-1, да, или аутер-реплай топ-1, то это всегда будет индексик. Ну, как бы это зашито в самооптимизатор на самом-то деле. Еще очень интересные нюансы, связанные с присваиванием переменную через select. Это та вещь, через которую люди как бы набивают свои копья. Давайте покажу на простом примере. Что мы делаем? Мы случайную запись присваиваем в переменную. Тут мы присваиваем ее также точно, только видите, через инициализацию. Вот, и вот этот пример и вот этот пример у нас отличаются только тем, что мы написали топ-1. Видим, да? Сейчас, прошу прощения. Сушнячок. Окей. И из-за перфоманса, что у нас будет? 24 миллисекунды, 7 и 7. Видим, да? То есть, в первый случай у нас вроде бы как медленнее, чем другие. А почему? Кто скажет? Ну, смотрите. На самом деле, таблица будет вычитываться в обеих случаях. Я просто вот сейчас покажу. Смотрите. Индекс скан. Индекс скан. Индекс скан. Что? Ну, да, ладно. Хорошо, засчитывается. В самом деле, смотрите, в чем прикол. Когда вы вот здесь написали топ-1, да? SQL сервер выдрал одну строку и дальше уже не идет. А вот здесь он выдрал все. Ну, в принципе, он в любом случае, в нашем случае, таблицу всю вычитал. Не понял вопрос, еще раз. Ну, он использует топ-1, например, а он как-то запознает в детальности. Честно, не пробовал никогда. Ну, в том смысле, что за offset я понял, что это часть вопроса, но разница будет, я не знаю, честно. Ну, то есть, это пробовать надо. Почему? А в Оракле есть топ? Никто не знает. Господи, кто тут собрался? Блин, одни любители SQL. Ладно, я шучу. Просто смотрите, прикол в чем. Что у нас вот здесь вот будет присвоен... Ну, то есть, мы вы вычитали все, да? Вот, и присвоили последнее вернувшееся значение. То есть, не одно, а последнее. И прикол в том, что у вас вот этот вот перебор всех значений будет происходить. Я на простом примере вам сейчас... Интересно, покажу или нет на простом примере. А, да, покажу, но чуть-чуть позже. Просто прикол в чем, что за счет вот такого присваивания, да, вы можете за один раз присвоить несколько там значений, да? Но не забывайте вот здесь писать топ-1. Даже если у вас, вы фильтруете там по уникальному полю, вот здесь там что-то там написали, там V, ID, там равно одному. Вы четко знаете, что вернется одна строка, перестрахуйтесь на самом-то деле. То есть, может уникальности не быть. И это может привести как раз к примерно... Я сейчас покажу этот пример. Просто нужно понимать, что присваивание можно делать по-разному. Можно через subquery, можно делать через подзапрос, можно делать select. Смотрите, у нас есть A и есть B. У них единичка, да? Видим? Мы пытаемся что-то там присвоить в переменную, но вот здесь мы ничего не можем присвоить. То есть, у нас вот здесь вот пусто, видите? То есть, пусто. И тут у нас тоже возвращается пусто. То есть, тут у нас строк нет. И тут у нас строк нет. Но в случае, когда мы используем set и вот такой вот подзапрос, у нас будет null записан. А когда у нас будет это, у нас останется предыдущее значение. Ну, ловили суть? Да, и такие вещи потом отловить, ой, как непросто. Ну, просто покажу, чтобы это не было обманом. Видите, да? Приятненькое чувство такое. Евреи-таки нас страшно надули. Где наша инициализация? Вот примерно как-то так. Хорошо, теперь вернемся к тому, что я вот это говорил топ-1. И без топа, да? Мы в нашу таблицу записали 1, 9, 1, 6. Да? Вот. Мы фильтруем... Почему мы тут фильтруем? Так, сейчас, две секундочки. Что-то я там запутался чуть-чуть. Такс. Это я просто пример давно добавлял, чуть-чуть забыл. А, Б, М, С, С, Т, С, Т, П. Такс, давайте выполним его вначале. Вот этот нюанс. У нас в таблицу записалось 6, 9 и 6, да? За счет того, что у нас вот здесь не указан топ-1, да? Он нам вычитал все, но присвоил последний элемент. Видите, да? Вот, теперь давайте напишем, у нас тут топ-1. Прекрасная клавиатура Lenovo. Видите, 9, да? То есть, суть уловили. Вот. Теперь мы сделаем индекс. У нас поменяется порядок строк, по которому он будет вычитывать. Соответственно, у нас могут быть... Так, прошу прощения. Соответственно, у нас могут быть получены разные значения. То есть, мы ожидаем одно, а получаем по факту другое. И это нужно понимать. То есть, как бы топ-1 это вот ту штуку, которую лучше не забывать. Тут вопросов нет? Окей. Любимые вопросы Stellas System. Мы сейчас все фирмы переберем в городе Харькове. Просто у всех фирм есть коронные вопросы. На самом-то деле. Такс. У нас с вами времени до 16.45, правильно? То есть, у нас с вами реально еще час 20 примерно. И, по-моему, мы таки даже успеваем еще и потом о жизни поговорить. Удивительно. Да? Ну, у меня 35. Это ноутбук, он живет своей жизнью. Вот. Это нормально. Это же Lenovo. Ладно. Хорошо. Так. Коронный вопрос. У вас есть таблица, да? У нее есть столбцы. У столбцы есть колонки. И, соответственно, они могут хранить нул значения, либо могут хранить не нул значения. Ну, то есть, грубо говоря, мы разрешаем там нул хранить или не разрешаем. А теперь картина маслом. У нас есть, сейчас, где тут наша прекрасная Adventure Works, как там, B-Production. И вот здесь у нас есть Color, да? Так, не здесь. Вот у нас есть Color. И у нас табличка, господи, колонка nullable. У нас всего в таблице 504 строки, да? Мы пытаемся отфильтровать по серенькому, да? Мы получим 1. У нас там было 504, 1. Теперь мы говорим не равно. Почему мы получили 255? А у нас там было 504, то есть, должно было было 503, да? А получили мы совсем не то. Вот. Теперь смотрим на распределение наших данных. Вот примерно столько-то, видите? Вот. У нас составляют наши нулы. Соответственно, когда мы делаем какие-то операции сравнения, да? Вот. Это логично нам подсказывает на то, что с нулами как-то таки по-другому приходится работать. Вот. И действительно, в стандарте предусмотрена вот такая вот конструкция. Из нул, из not null. Видно, да? Вот. И в принципе, нужно просто помнить о вот этом маленьком нюансе, что с нулами. Ну, будем говорить, как бы я проблем особых не вижу. Просто нужно помнить, что при сравнении нулом, однозначного сравнения, например, там написать color равно нул, у вас не получится. Вот. Ну, в принципе, вот смотрите. Из нул, да? Из not null. Теперь вы напишите равно. Вы не получите вообще ничего. Вот. Не помню, как правильно по уму это называется. Троичная логика или третичная логика. То есть у нас есть true, false и undefined. И undefined. В JavaScript еще веселее. Поверьте. Тут SQL сервер просто он дыхает. Он говорит, в JavaScript еще хуже. Как бы, ну, не надо меня ругать. Вот. Да, 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 да. Ну, я чуть-чуть хлебнул. Так что я вашу жизненную боль понимаю по этому поводу. Окей, смотрите картину. У нас есть две таблицы, да? У нас тут один, два. А в другой таблице один. И мы говорим, вывести все, что не равно второй таблице. Ну, то есть оно должно вывести двоечку. Что мы делаем? У нас все работает, да? In у нас тоже будет работать. То есть все то, что есть во второй таблице. То есть все хорошо. Но когда вы в эту таблицу записываете null, например, в какую-то. Ну, давайте запишем в первую таблицу, да? У нас что-то поменяется? В принципе, нет. Просто null не будет работать из-за того, что, ну, скажем так, он не подходит под вот это вот сравнение, да? Вот. А теперь запишем null сюда. И увидим картину. Опс. У нас вот здесь пропала наша двоечка. Видим, да? А теперь смотрим. Операцию in SQL Server разбивает на операцию or. То есть, в принципе, это не только касается вот нашей ситуации. Вы можете написать долгий-долгий список in-ов, да? И потом посмотрите в execution-плане на свойства при доступе к индексу. Там, в принципе, будет долгая череда из or-ов. То есть это в случае in, оно работает так. И картина, смотрите. a равно 1 или a равно 0. То есть вот здесь у нас будет true, здесь у нас будет что? Undefined, да? Ну, или unknown. Я, прошу прощения, неправильно сказал не undefined, а unknown. Это третье свойство. Вот. А за счет того, что и, или, прошу прощения, у нас вот, ну, как бы все нормально работает. А теперь картина другая. Not in, он у нас раскладывает как a не равно 1 и a не равно 0. А за счет того, что здесь and, здесь он нам возвращает unknown, у нас и, у нас вся операция становится unknown. Соответственно, не возвращается вообще никакого результата. То есть, к чему я это говорю? Если у вас в подзапросе not in, и у вас вот здесь может вернуться значение null, null, у вас весь statement вернет 0 строк. Все просто. Вот. Как можно от этого перестраховаться? Явно указывать из not null. Один из вариантов. Можно написать через accept, но это уже извращение. Можно использовать not exist. Тут, кстати, такого прикола не будет. Вот. В принципе, еще в check-constraintах это еще интересно себе поведение ведет. Смотрите ситуацию. Мы создаем с вами таблицу, да? И говорим четко, что мы можем в таблицу записать только черное и белое. Это опять же не в контексте рас, а в контексте цветов наших товаров. Вот. Как бы вот в таком духе. То есть, мы создали нашу таблицу и говорим записать черное. Good. Запишем красное. Ошибка. Ну, check-constraint, да? Запишем null. А null пропустила. А почему? Да, да, да. Вот такие интересные приколы. Почему? Потому что check-constraint работает чуть-чуть по другому принципу. Он говорит, если not false, тогда пропускаю. А у нас возвращается unknown. А unknown подпадает под not false. Приятненько, правда? Поэтому, вот здесь, если вы напишите not null, то тогда этого прикола у вас уже не будет. То есть, вы пытаетесь вставить, он вам этого не даст. Такой интересный прикол. Так, относительно агрегации. В принципе, давайте коротко, чтобы не вдаваться в детали. Это на самом деле такой пример узкий, лучше суть. У вас есть определенные там, например, join, да? То есть, вы соединили там несколько таблиц между собой, прошу прощения. После этого их как-то группируете между собой. Видите, мы группируем там, например, по региону и по какому-то там, ну, там и по какому-то штату, предположим, да? И у нас вроде бы как все работает. Есть вариант, когда мы агрегацию делаем до join. Видите? Вот разница, да? То есть, агрегация после join, агрегация до join. В зависимости от того, какие у нас внешние ключи на таблицах, SQL сервер сам может догадаться и, будем говорить так, соптимизировать запрос, то есть, сделать агрегацию до момента соединения. То есть, в чем смысл? Он будет агрегировать на меньшем числе строк. Понятно, да? Вот. Но более того, мы сейчас еще посмотрим на плане, что у нас будет. А, ну, SQL сервер уже умный стал. Видите, как вот интересно. То есть, он делает агрегацию до момента соединения. Видим, да? Вот. Давайте попробуем его такие запутать. Попробуем усложнить запрос. Ну, то есть, еще что-то там добавить, да? То есть, join будет больше там, к примеру. То есть, какой-то комплектный запрос. И посмотрим. Сейчас, две секунды. Смотрите, что у нас происходит. Он у нас соединяет наши все таблицы, да? Видите, у нас операции какие. То есть, у нас тут, сейчас, две секунды. А у нас тут, например, хэш-мэйч, да? Вот. А уже потом агрегация. Видим, да? То есть, он вначале у нас много строк соединяет между собой. То есть, этот оператор у нас будет затратным. Вот. А потом делает агрегацию. А если мы сделаем предагрегацию за него, то есть, сами подумаем. Он вначале у нас агрегирует. Потом на меньшем числе строк будет делать операции соединения. Соответственно, если вы видите, что у вас такие есть куски кода, старайтесь делать агрегацию, ну, как бы, думайте за SQL сервер. Он вам скажет спасибо. В таком случае. Так, у нас с вами еще... Так, у нас еще много времени, да? Вообще замечательно. Чувствуете вот эту свободу, когда вас никто не подгоняет? Хорошо. Вот. Это вот такой вот интересный нюанс. В принципе, на что еще обращайте внимание? Это, кстати, код взят с базы Bangalore. Ну, так сказать, в товарищи. Спасибо, вот. То есть, вот представьте, смотрите, вот у вас один и тот же запрос, да? Вот. Делает агрегацию там по разным параметрам. Три раза. Вот. Иногда проще один раз вычитать из таблицы. Вот. И вот сделать вот такую агрегацию. Или, например, написать вот так. То есть, на самом деле, универсального решения нет. И такой вариант тоже будет работать быстро в некоторых случаях. И такой будет работать тоже в некоторых случаях. Просто я к чему говорю. Вам нужно анализировать план выполнения и смотреть, когда, на каком этапе вам это выгоднее сделать, вот эту вот агрегацию. Может быть, вам большой запрос нужно разбить на несколько. Это тоже вариант. В принципе, дальше у нас идет уже специфика 2008 SQL сервера. а она уже неинтересна. Да ну. Не-не-не. То вообще печалька. Вот. Окей. Относительно кейс. Что у нас тут с вами, дай бог памяти? Дай бог памяти. Сейчас. А, вспомнил. Вне зависимости от того, как вы напишете вот этот вот кейс, да. Видите, вот у вас там значение, да. Ну и вот так вот, да. Вот. На каждом степе у вас, ну вот эта вот проверка, она будет, ну, экзекьютиться каждый раз. На каком бы примере вам бы это показать бы на хорошем? Господи, я еще тут вставил рекламу даже Brain Academy. Вообще печаль. Господи. Позор мне. Давайте, в принципе, чтобы не рассматривать этот пример полностью, я просто суть расскажу. Сейчас. Суть в чем? У вас каждый раз, когда идет проверка, да, вот, SQL сервер смотрит, оно подпало под выражение, ну, то есть, Equal, вот, тогда все. Если не Equal, то мы смотрим следующее значение. Ну, то есть, каждый раз сравниваем. И с учетом того, что у вас вот здесь вот, может быть, большое число в сравнении, да, вот это вот выражение будет экзекьютиться многократно. Кто из вас пользуется скалярными функциями? на SQL сервере. Ну, ладно. Просто смотр... А, ну, хорошо. Ну, это одновременно и боль, и не боль, я не буду осуждать. Вот, хорошо. Просто прикол в чем, что у вас вот это вот выражение, как бы, когда это просто столбец, да, это один разговор, но если это столбец, какое-то тяжелое вычисляемое поле, или, например, скалярная функция, то это может тут очень существенно снизить вашу производительность. То есть, что вы можете, например, сделать? Смотрите. Например, например, вот у нас прикол такой. У нас есть там, например, мы выводим топ-10, да, вот, и по какому-то, и по значению скалярной функции мы что-то там возвращаем, да. У нас вот эта вот штука будет выполнена, мало того, что 10 раз умножаем еще на количество вот этих стейтментов. Ну, то есть, ровно столько... Ну, то есть, она, конечно, может вот это первое найти, да, вот, а может найти ничего. То есть, реально она может выполниться от 10 до 30 раз. Чтобы сократить количество, грубо говоря, наших компьютер-скаляров, вы можете написать под запрос, да, выполнить ее один раз, а потом уже использовать вот этот вот dry в этот столбец. Господи, умное слово. Вот. И, грубо говоря, в таком случае у вас будет оптимизация в некотором роде. То есть, суть примерно поняли, да. Вы не вычисляете его на каждой итерации, да, а вычислили один раз. В принципе, есть еще тоже нюансы интересные. Когда, вот, например, мы тут могли что-то забыть, да, у нас возвращается всегда только первое значение. Но нужно помнить, что у вас оно может не выполниться, соответственно, оно несколько раз будет экзекьютиться. Вот. И старайтесь просто, чтобы у вас вот этот вот список был, ну, будем говорить, таким чистеньким, уникальненьким. Вот. Относительно скалярных функций. Если вы их используете, то вы должны понимать одну простую истину. Они очень сильно снижают производительность, если мы оперируем большими объемами строк. Что мы делаем? У нас есть функция из AQ. У нас есть address line. Одна из них нул, другая не нул, да. То есть, одна стала, ну, в одной нулы есть, в другой нет. И мы, в принципе, любим OOP, всякую там, не знаю, там, вот эти вот, все там приколы, типа, код должен быть красивым, причесанным, там, чтобы все было няшненько, там, по классам, там, функции всякие и так далее, и тому подобное. Вот. И мы говорим, функция это круто. Мы создаем эту функцию и говорим, что если там оба значения из нул, или они между собой равны, тогда эти значения равны. То есть, ну, как бы, суть поняли, да? Вот. Мы ее создали. Вот. И с точки зрения перформанса посмотрим, когда мы юзаем эту функцию, когда мы эту функцию не юзаем, и когда мы пишем все более интеллектуально. Ну, вот. Да ладно тебе. Так, значит, я ее не там создал. Вот здесь. Мы опять ее создаем, теперь успешно. И посмотрим на картину маслом. Вот. В принципе, во всех случаях у нас индекс-кан, потому что мы все вычитываем, правильно? Вот. Но тут очень интересный вот этот вот фильтр. На плане... Давайте еще раз выполним. Да ладно, блин. Ну, это вот неправда. Вот. То есть, ну, бывает у SQL сервера такое. Просто если мы выполним это отдельно... Сейчас. Вот так. Сейчас он должен честно сказать. Вот, видите, там 2 миллисекунды. Ну, бывает у него это такое. Просто к чему говорю? Смотрите. Если вот эти все три запроса выполнять, да? То там, где вы используете функцию, будет намного медленнее, чем остальные. Ну, это погрешность, сразу говорю. Все. То есть, мы смотрим вот сюда, да? Мы юзаем функцию скалярную, либо не юзаем функцию скалярную. Тут 46 миллисекунд, тут 10, да? За счет чего вызов, каждый вызов скалярной функции, он затратный для SQL сервера. Эту штуку не фиксят, господи, ее не пофиксят. То есть, там уже даже писали, господи, оптимизируйте вот эту хрень, чтобы мы могли пользоваться скалярными функциями нормально. Они говорят, нет, у нас много кода наследственного, где ожидаются тормоза, поэтому мы это не исправим. Понимаете? И вот чувствуете суть того, что, ну, да, 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 но это смешно, особенно когда на официальном форуме это пишет, там, сеньор, там, чего-то там по поддержке продукта, это вызывает только улыбку. Ну, ладно, почему бы и нет. Но я люблю SQL сервер, он зато веселит хорошо и бодрит по утрам, вот, вместо кофе. Просто к чему говорю, что если у вас есть возможность не использовать скалярные функции, не используете их, вы можете написать это как-то по-другому, это будет нормально работать. Единственная ситуация, когда вы можете скалярную функцию использовать, это когда функция у вас не принимает никаких параметров, и она определена без схема байдинга. Только тогда она будет экзекьютиться один раз на запрос. Когда это полезно? Когда у вас, например, скалярная функция возвращает какую-то константу, которая юзается во всем коде, к примеру. Тогда это смысл имеет. Во всех остальных случаях, ну, как бы, я бы не рискнул. Вот я бы так бы сказал бы. Мне иногда нравится и скопипастить что-то. Ну, давайте. Если у вас, если вы не оперируете, ну, то есть если у вас запрос, который возвращает относительно небольшой набор строк, ну, или, например, вы оперируете для одной строки, вы можете скалярную функцию вызвать сколько угодно. То есть тут главный смысл в чем? Что у вас большое число строк, и для каждой строки скалярная функция будет вызвана. А то, что она вызывается, это уже трудозатратно. Вы даже можете скалярную функцию объявить как табличную функцию реальную, которая будет возвращать одно значение. И это то будет быстрее. Но об этом мы чуть-чуть попозже. Блин, ну мы практически продвигаемся, так сказать. Чувствуете вот эту вот бодрость? Вы еще не... у вас нет еще отчаяния. Вы не хотите убежать сказать, я хочу забыть весь этот бред. Я хочу пользоваться MongoDB, Oracle или еще чем-нибудь. Нет? Ну, там еще веселее, поверьте. Во всяком случае, во всех серьезных БДМСках... БДМС, да, все правильно сказал. Да, видите как. Ну, слава богу, не оговорился. Но да, вы же понимаете, что мы все об одном и том же подумали. В чем смысл? На самом-то деле, в любых продуктах таких приколов очень много. И к ним нужно, скажем так, к естественному злу относиться. По-другому никак. Просто есть куча проектов, которые это юзают. И, ну, предположим, нужно с чем-то смириться. Но знать это надо. Хотя бы чуть-чуть. Окей. У нас есть скалярные функции, у нас есть табличные функции, у нас есть inline функции. Давайте поговорим о табличных функциях. Чем они хороши? Не знаю. Наверное, ничем. Ну, с моей точки зрения. В чем смысл? В табличной функции вы можете указывать несколько стейтментов. Это некий аналог хранимой процедуры, плюс-минус. Но хранимую процедуру вы не можете юзать в Select. Не можете. А табличную функцию можете. Вот. И в этом вот этот вот синтаксический сахар и отличается на самом-то деле. Но обратите внимание, когда вы табличную функцию используете, у вас, видите, return table. Да? То есть реально перед тем, то есть у вас функция вызвалась, заэкзекьютилась, записалась в табличную переменную, и эти результаты потом юзаются уже в самом Select. То есть в некоторых случаях, ну, давайте посмотрим. Прям, к примеру, картину другую. То есть у нас есть одна табличная функция, которая возвращает информацию обо всех, например, там, чего там, ну, к примеру, продажах. Да? Вторая возвращает детали по продажам. Третья возвращает инфу на основе первой и второй таблицы. Ну, такой хронический идиотизм, но поверьте, в .NET коде примерно, ну, я так скажу, перлы есть везде. Это бангалорский код, мне он нравится, он всегда веселый, такой позитивный, я бы сказал, особенно когда люди тебе еще и доказывают, что он хорошо работает, это так приятно. Эх, зато не скучно жить. Вот. И ситуация такая, смотрите, мы этот код сейчас выполним и посмотрим. Практически секунда. И товарищ из бангалора говорит, success. Ну, конечно же, с другим акцентом. Вот. Ну, как бы мы можем этот же самый код переписать без функции, да? Можем его даже сделать пооптимальнее, то есть там, ну, по-хитрому сделать. У нас была секунда, да? У нас 114 миллисекунд, 72. Чувак, что дальше? Он, ну, ок. Вот. Просто я к чему говорю. Смотрите, когда вы используете табличные функции, вы должны понимать, что у вас вот этот вот предикейт pushdown работать не будет. То есть он вычитает все, и потом из табличной переменной, то есть из временного объекта будет что-то там делать. Если вы хотите что-то, чтобы оно работало быстро, да, вы должны в своих этих функциях поражать. Параметры передавать. Опять же, вы встретитесь с проблемами optioner-компайлами и так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, как бы просто должны понимать, что вот это вот есть такой вариант, но юзать его нужно только тогда, ну, когда вы посчитаете нужным. Иногда намного проще написать вот такой вот запрос, чем использовать вот эти вот всякие приколы из ООП. Я не говорю, что он плохой. Просто для SQL сервера и вообще для SQL это немножечко другой подход. У Oracle, например, PL SQL, и там это, в принципе, в рамках нормы. То есть там просто своя философия при работе. У SQL сервера операция над множествами. Вот что важно. То есть вот эта вот итерационная обработка и прочее, они этого не сильно любят. Есть inline функции. Чувствуете? Вот что-то для нас таки приготовили. Но тут смотрите, в чем прикол. Если в табличной функции вы можете, в принципе, юзать несколько стейтментов, да, вот, то в inline функции вы не сможете несколько стейтментов заюзать. И это главное различие между ними. Вот. Что такое inline функция? В принципе, это некая абстракция. То есть то, что вы написали функцию, да, написали в ней... Так, это у меня фонит, да? Окей. Это я виноват. Вот, вы написали что-то, да, ну, то есть, грубо говоря, мы дублируем то же самое, что у нас было до этого, да, вот. Ну, то есть, грубо говоря, мы просто повторили все то, что было, но для inline функции. И попробуем его выполнить. Что мы получим? Мы получим плюс-минус быстро, то есть не секунду, да. Вот. А почему? Потому что SQL сервер эту абстракцию раскладывает на join'ы и дальше уже свою оптимизацию включает. Вот. То есть, в принципе, вот это вот просто фундаментальная разница между ними. Вот. Если мы вернемся вот сюда и выполним этот запрос, вы увидите очень интересную няшку. Или не увидите, не знаю. Сейчас что-то я пропустил где-то. А, я прошу прощения, я же их пересоздал. Соответственно, там уже был inline. Сейчас покажу. То есть, мы увидим на плане что-то такое. Видите? Вот. То есть, это уже наши вот те данные, которые мы записали в наши табличные переменные, да. Вот. И вот такая вот штука. Далее. Кто любит использовать вьюшки? Никто. Результат не влияет, соответственно, можно его выкинуть. Вот. В таком случае, как бы, вьюшка может быть и оправдана на самом-то деле. Вот. Но когда внешнего ключа нету или как-то там, ну, грубо говоря, вы заставляете SQL Server думать больше, чем нужно. Вот. А это, как правило, сказывается на производительности. Ну, как бы ок. Да, давайте. Он работает точно так же, как обычный запрос. То есть, он делает предикейт pushdown, если может это сделать. Если, например, смотрите, если вы фильтруете по индексной колонке, да, он что сделает? Профильтрует по индексу и вернет все, что вам нужно, да. То есть, что... То есть, вьюшка это всего лишь абстракция на самом-то деле. Есть индексированная вьюшка, но это уже другой прикол. Ну, ответил на вопрос? Скажите, пожалуйста. На, супер, хорошо. Давай. Запросы пишите руками. Пишите руками. Разбивайте его на куски, делайте его быстрее. Скиллы повышайте. Что-что? Ну, кому как. Так, в принципе, прикол в чем? На самом деле, самый главный секрет, вот, это, у нас есть большой запрос, вы его разделяете на кучу маленьких, и потом маленькие кусочки между собой соединяете. В принципе, это кратко суть моей работы за последние 7 лет. Все. Смешно, правда? Вот. А еще и... А еще таки за это платят. Это под запросом? Ну, например, вы можете результаты, ну, агрегации складировать во временные таблицы, и потом соединять между собой уже вот эти вот временные таблицы. Я потом покажу. Относительно курсоров. Ну, опять же, SQL сервер оперирует множествами, курсоры это итеративная обработка, забываем про всякие фуичи, там, коллекции, прочую дребединь, которая есть в, не знаю, там, в C-шарпе. Вот. То есть, к чему говорю, что как бы мыслите лучше множествами, и вот эта вот обработка по одному ни к чему хорошему не приводит, как правило. Не убедил? Ну, ладно, даже тех, кого я не убедил, вы все равно это потом всплакнете, вспоминали. Вот. На самом деле, это действительно проблема. Я не говорю, что курсоры это всегда плохо. Но прикол в том, что их нужно использовать только тогда, когда это реально нужно, а не когда тебя просят, например, миллиард строк обработать по одному. Ну, глупо, правда. Вот. Проще работать небольшими кусками или большими кусками. То есть, ты разбиваешь один там потоку информации и, например, делишь и обрабатываешь их также. Окей. Стринг конкат пропускаем. Мне интересно. Ну, это для меня, в принципе, для вас тоже. Я не знаю, что он там затесался. Относительно SQL injection. В принципе, как бы в коде это выглядит... Сейчас, две секунды. Это-то-то... Нет. По-моему, тут. Ну, у меня таки есть что-то интересное для программистов. Чувствуете, какой трэш, да? У вас, наверное, все сложнее, чем у меня. Хорошо. Смотрите картину. Видите? Стринг формат. Мы формируем определенный запрос, да? И вклеиваем значение. Вот. Это верный признак того, что у вас, возможно, будет уязвимость из SQL injection. То есть, вместе с параметром вы напишите точка с запятой, дробь датабейс. Вот. Ну, суть вы поняли, да? Вот. Если будете передавать через параметры, ну, во-первых, у вас запрос будет параметризироваться. Это уже приятненько, правда? Вот. То есть, каждый раз новый план не будет создаваться. Ну, и плюс и SQL injection не будет. Все коротко, сухо по существу, но запомнить надо. Часто вспоминаю... Часто, скажем так, встречается. Окей. Теперь относительно табличных переменных, временных таблиц. С 1014 версии уже 3. То есть, это табличные переменные, временные таблицы и еще есть in-memory табличные типы, но про них мы говорить не будем. Если у вас когда-нибудь на собесах спросят, а где у нас хранятся временные таблицы и табличные переменные, может быть, одни хранятся в памяти, а другие хранятся в tmdb, грохните по столу, скажите в tmdb и нигде в другом месте. Вот. Почему? Это любимый вопрос, на самом деле, у некоторых бывает, у меня тоже. Вот. В чем суть? Смотрите, у вас есть табличная переменная, у вас есть временная таблица. Формально они хранятся в одном и том же месте. Ну, это просто показывает разницу, что мы ее добавили, да, у нас количество таблиц увеличилось. Я чуть-чуть с кроговоркой, у нас 15 минут, поэтому давайте пока без вопросов, просто послушайте. Хорошо? В принципе, в чем между ними разница, почему такая вот синтаксическая ахинея? Они по-разному работают, на самом-то деле, в некоторых случаях. Например, у нас есть временная таблица, табличная переменная. Вот. Что у нас будет происходить? Для временной таблицы у нас значение откатится, для табличной переменной нет. Человеческим языком пользовательские транзакции для табличных переменных не поддерживаются. Вот. Но это не говорит о том, что табличные переменные вообще транзакции не используют. Объясню простой пример. То есть транзакции на самом деле они юзают, но для того, чтобы откатывать невалидные данные при вставке, предположим. Ну, то есть там приставки и обновлений, предположим. То есть суть в чем? У нас есть табличная переменная. Мы записываем сюда единичку. У нас здесь unique index, то есть наш primary key, правильно? Потом вставляем 1 и 2. Одним batchem. У нас exception. У нас вот этот statement откатился. То есть у нас двойка не записалась. Ну и в принципе вот результат. То есть суть в том, что системные транзакции для табличных переменных поддерживаются. Пользовательские нет. То, что я до этого показывал. Это нужно знать. Далее. Вот такие вот нюансы работают и для переменных. То есть для переменных вы вообще откатить значение не можете rollback. Они живут своей жизнью. Они, кстати, в памяти обитают. Но если переменная сильно большую занимает, например, место в памяти, то она может еще храниться в tmdb, но это уже другая история. Далее. Какой еще нюанс? Предположим, у вас есть блок, который никогда не выполнится. Видите? 1 равно 0. То есть в теории вот здесь табличная переменная не создастся. Но тем не менее мы нарушаем все. У нас exception нет. Код у нас не выполнился. Вроде бы как. Но реально она создается. Что происходит? И SQL Server реально ее пропихивает сюда. Ну это нормально. Это не самый большой маразм, который вы в жизни еще встретите. Поверьте. Есть еще интереснее нюанс. Когда вы объявляете табличную переменную внутри цикла, внутри курсора или еще чего-то, что выполняется больше одного раза, бойтесь. Почему? Потому что вы ее объявили. Эта хрень стала где-то здесь. Чувствуете суть? И вы в вашу табличную переменную дозаписываете значение, хотя вы считаете, что она пересоздается. Суть поняли? Да? Хорошо. То есть, грубо говоря, на каждой итерации у вас будет вот эта табличная переменная расти, 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 расти и так далее. И у вас будет, в принципе, либо, господи, проседать производительность, либо другие казусы быть. То есть, вы ожидаете, что в таблице, например, там два значения, да, а у вас от предыдущих итераций еще все остальное там хранится. И если вы это действительно таки юзаете, нужно вот писать delayed from на каждой итерации, если вы хотите, чтобы там что-то таки почистилось. Запомнили? Хорошо. Тишина это согласие или осознание факта, что жизнь боль? Хорошо. Далее, на что еще нужно обращать внимание? Помните, у нас такая штука была, ожидаемое число строк. То есть, то, что берется из статистики, трата тополя, вот такая вот интересная штука. Временные таблицы идентичны обычным таблицам. То есть, что мы делаем? Смотрите, мы записали в табличную переменную что-то там, потом из нее читаем, вот она у нас. И видите, у нас ожидаемое число строк. Ожидаемое число строк 266. Видим, да? Опять же, пример просто показывает суть, есть нюансы. Просто, чтобы вы выделили и запомнили, что там их 266. Правильно? Во временной таблице. Так, у кого-то что-то пищит, но слава богу, не у меня. Теперь мы поговорим про табличную переменную. Мы делаем все то же самое. Окей, мы поговорим про то же самое, но суть у нас вот в чем. Ожидаемое число строк единица. И именно из-за этого нюанса, когда SQL Server всегда считает, что там единица, вы можете получать неоптимальные планы выполнения. То есть, там может быть 200 тысяч строк, да? Но SQL Server будет считать, что там единица. И поэтому вариантов у вас, в принципе, несколько. Либо использовать Option Recompile, и тогда у вас при рекомпиляции будет правильное значение, да? Вот. Ну, то есть, грубо говоря, оно его подхватит. Либо использовать временные таблицы. Но самое главное смешное, нет универсальной рекомендации, что юзать, либо то, либо то. Просто есть разные нюансы. Нужно понимать, когда вы используете временную таблицу, у вас может происходить рекомпиляция плана. При использовании, ну, то есть, грубо говоря, при каждом вызове у вас может происходить рекомпиляция. Когда вы используете табличную переменную, рекомпиляции не будет, но будет оценка в одну строку. Жизнь-боль. На самом-то деле. То есть, это вот такой краткий экскурс. С этим, в принципе, вы, может быть, столкнетесь, и очень, может быть, даже сильно. Что еще важно? Предположим, у нас есть какая-то хранимка. Помните, я раньше говорил, что вы не можете заюзать хранимку в Select, правильно? То есть, вам нужно вызвать хранимку, записать какое-то значение, которое она возвращает в какой-то временный объект, а потом юзать уже его в Select. Было? Не обманываю. Хорошо. Вот. И, в принципе, суть. Смотрите. В этом случае мы юзаем хранимку, да, и записываем какой-то результат. А тут мы этот результат юзаем напрямую, без хранимки. В чем будет разница? Та ладно. Я ее что, пересоздал, что ли? Сейчас, две секунды. Не торопим. Паблик. Так мы ее, что ли, удалили? Блин. Ладно, окей. Сейчас сделаем по-быстрому. Сейчас, две секунды. Видите, такая классная скороговорка, а тут приходится еще останавливаться. Ужас. Так, она выполнилась, и смотрим. Так, вот у нас два, да, два стейтмента, и это нормально. Вот, смотрите. В первом случае у нас будет такое, то есть мы вызвали хранимку, да. Хранимка нам записала данные во временную таблицу. Точнее, даже не так. У нас вызвалась хранимка, а потом у нас вот этот вот экзек, видите, результаты хранимки, он записал куда-то. В этом случае у нас произошел, ну, то есть мы видим, что у нас произошло, то есть мы вызвали определенный стейтмент, и он записал значение во временную таблицу. Но если посмотреть на разницу, что у нас реально по факту происходит, можем обратить очень интересный нюанс. Сейчас я его покажу. Что у нас происходит? Смотрите, мы вначале вызвали, ну, то есть мы прочитали нужные нам значения хранимкой, да. И потом у нас происходит вот такой worktable. Видите, у нас огромное число тут значений, да. А вот когда мы напрямую обращаемся без хранимки, то есть мы не из хранимки делаем экзек, да, напрямую из запроса. Вот, то есть тут 7 миллисекунд, а тут много, там 65. Когда у вас встречается вот такая вот конструкция, экзек, insert into, да, вот, он вначале экзекьютит вот это, записывает в темп деби, а потом из темп деби записывает вот сюда. То есть дважды записывает одни и те же данные. Об этом нужно нюансы помнить. Более того, эта же штука часто встречается у нас в динамическом SQL. То есть у нас может быть вот такой вот statement, видите, у нас есть запрос динамический, любой. Мы делаем экзек, вставляем в результат. Вроде бы удобно, правда, вот. Но суть будет такая же. То есть он вначале выполнится, запишется у нас в темп деби, а потом запишется у нас сюда. Поэтому, чтобы этого не было, в динамическом SQL вставляете вот так и вызываете просто экзек. И все будет работать быстро. Ок. Относительно insert into, разница между табличными переменными и временными таблицами в том, что параллельная вставка в табличную переменную не поддерживается. И именно здесь вы можете получить разницу в скорости. А, сейчас. Не туда клацнул. То есть последовательный план, параллельный план. Опять же, нюанс. Вы можете встретить такое утверждение, что когда вы используете табличные переменные, вы не можете получить параллельный план. Это и да, и нет. Из-за того, что у вас оценка всего лишь одна строка, и SQL Server считает, что строк там типа мало, соответственно, у него threshold маленький будет, ну, то есть ваш query cost, и он скажет, что никаких параллельных планов типа использовать не надо. Вот. Написали option recompile, он типа сделал его уже параллельным, но при доступе в саму табличную переменную он не будет использовать параллелизм. То есть она будет вычитываться последовательно. И это тоже снижает производительность. Пять минут звучит как приговор в моем сроке. Господи, честно. Я да не прощу. Вот. Так, что это у нас? Далее. Если вы знаете, что индекс у вас уникальный, сделайте его уникальным. Это признак unique. То есть когда вы индекс создаете, да, unique не забывайте использовать, если он у вас уникальный. Если он у вас, если вы эту штуку забыли указать, то в некоторых случаях, то есть, например, при merge join двух таблиц, у вас результаты могут записываться в TMDB. Это есть такой нюанс. Или, например, просто юзаться в TMDB, но реально не использоваться. Далее. Если вы знаете, что у вас в таблице есть уникальные данные, да, не ленитесь их использовать. То есть, например, у вас есть таблица, да, вы туда что-то там записываете, забыли дописать там primary key или еще там что-то. И по факту вы получите примерно вот такой вот execution план. Видите, Eagles pool. Если посмотрите... Сейчас. Если посмотрите сюда, у вас видите work table. Когда вы увидите вот здесь в статистике work table, это значит, юзается TMDB. Значит, это плохо, значит, запрос может быть медленным. Вот. На плане это будет выглядеть вот так. Теперь вы вот здесь написали там primary key. То есть, у вас есть какая-то там уникальность, упорядоченность. Правильно. Вот. Смотрим сюда. У нас все тут стало хорошо. Видим, да? Если вы используете транзакции, помните, что nested транзакции, если вы написали rollback, откатывается все, а не только та, с которой все начиналось. То есть, нюанс. Смотрите. У нас есть таблица. Мы в нее записали один. Первая транзакция, да? Потом вторая транзакция. Мы записываем два. Говорим, давай откатим. Оно откатит нам все. Если именованные транзакции, то работать будет. Кстати, хороший вопрос. Спасибо. И в таком случае, в принципе, конструкция будет вот такой, и она будет работать. То есть, как бы, этот нюанс тоже нужно помнить. Когда вы пишете rollback, то вы знаете, что откатываться может быть больше, чем то, что вы ожидаете. И самое, наверное, последнее. Господи, не используйте select звездочку. Пожалуйста, я знаю, что это трешевый, самый в конце такой там нюанс. Из-за того, что вы используете select звездочку, могут быть использоваться столбцы, которые вам реально не нужны. Соответственно, будет больше логических чтений, медленнее выполняться запрос. Лучше всего все равно перечислять все столбцы явно. В данном случае вы перестрахуетесь от того, что у вас что-то в схеме поменяется и так далее. Столбцы могут меняться местами в таблице. Соответственно, вы можете, ну, то есть, вы дата-ридером, помните, можете там строку, столбец по номеру правильно задавать. Да ладно. В коммерческом коде встречается, поверьте. Вот. Именно поэтому вы когда явно задаете, это как бы лишний повод к тому, что у вас меньше путаницы бы было. Там тоже, может быть, возвращаться более одного столбца, и это тоже будет проблема. То есть, когда вы написали V, чего-то там, select звездочкой, ну, и так далее, да, если у вас один столбец, проблем не будет, добавляется два столбца, он будет ругаться на синтаксис, что ожидается, ну, что там более одного столбца. Спасибо. Спасибо.